Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем последствия лобового столкновения двух иномарок на Амитевской магистрали. Вот у того надо спросить, который молодец, на встречке ездит. Без комментариев. Предполагаемый виновник был с признаками алкогольного опьянения. Расскажем, как стартовал судебный процесс над подозреваемым в изнасиловании 8-летней девочки. Такая хорошенькая девочка. Ну, девочки, я их прикрепляю, они же пытаются слезу. И деньги действеннее фильмов. Ну, это неправильно, вы меня остановили. Делится видеозапись, все будет подоставлено в суде. Скорая помощь и автоинспекция на живца ловили тех, кто не пропускает машины со спецсигналами. Это и не только прямо сейчас. Крупная авария произошла на Амитевской магистрали. Там на высокой скорости практически лоб в лоб столкнулись Opel Vectra и Mazda 6-й модели. Девушку водителя последней в срочном порядке госпитализировали прибывшие на место врачи. Предполагаемый виновник аварии не пострадал. По мнению автоинспекторов, он находился в нетрезвом состоянии. С места происшествия репортаж Айрата Назипова. По предварительной версии автомобиль Opel двигался со спуска. В какой-то момент его водитель выехал на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Mazda. Как итог, две сильно разбитые машины и один пострадавший человек. В результате аварии девушка, управляющая автомобилем Mazda, получила серьезные травмы и была госпитализирована в больницу. Это при том, что в салоне иномарки сработали подушки безопасности. Медики диагностировали у нее ушиб мягких тканей левой скуловой области, растяжение мышечно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей тазобедренного сустава. Позже на место аварии приехал ее родственник. Вот у того надо спросить, который молодец на встречке ездит. У машины второго участника аварии даже вылетело лобовое стекло. Однако предполагаемый виновник ДТП не пострадал. Как заподозрили автоинспекторы, за руль мужчина сел, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Что-либо говорить о своем состоянии или причинах аварии он не захотел. Без комментариев. Теперь мужчине грозит как лишение водительских прав, так и крупный денежный штраф. Кроме того, наказание мужчины будет зависеть в том числе и от состояния здоровья автоледи. Айрат Назип, Азат Самигулин, Вызов 112. Ждал удобного момента для поворота, но так его и не дождался. Лада 12 модели протаранила Тойоту Королу на улице Линская. По предварительной версии, водитель иномарки пропускал поток автомобиля, когда в него на полном ходу влетела неуправляемая Лада. Алина Бережная узнала, что водитель последний видел, куда летит его автомобиль, но сделать уже ничего не мог. Получается то, что я не успел повернуть. Просто машина врезалась в меня. Водитель Тойоты с улыбкой на лице рассказал, что он не успел не то, что повернуть, но и толком убедиться в безопасности маневра. Выехав со двора, он остановился перед перекрестком, чтобы повернуть направо. Спустя мгновение в его автомобиль врезалась Лад 12 модели. Просто вот эти машины как раз поворачивали, и чтобы столкновения не было с теми машинами, он повернул направо, хотел объехать, но его юзом сюда потянул, и он врезался. В предварительной версии водитель отечественной легковушки двигался с большой крыловки в направлении улицы Линская. Подъезжая к светофору, он увидел автомобили, стоящие на поворот. Чтобы не столкнуться с ними, он вывернул руль вправо. Машину повело, и он снес одинокую Тойоту. А вы их не видели, что ли, что они стояли там? Видел, видел. А вот среагирует, да? Да, просто уже не успел. Свою вину в произошедшем молодой человек признал в полном объеме. Алина Бережная, Ратнозип, Фасасов Мигулин, вызов 112. Бензовоз вылетел с трассы в Кювет. Авария случилась сегодня днем недалеко от села Старая Курмашова. Очевидцы сообщили о произошедшем по единому номеру вызова экстренных служб 112. После чего на место происшествия прибыли пожарные. Они отключили аккумулятор автоцисцерны, затем проверили, нет ли утечки топлива. Однако, несмотря на серьезность аварии, цисцерна не пострадала. Чего не скажешь о самом водителе. Он получил ушиб грудной клетки. Причины ДТП выясняют автоинспекторы. Огонь охватил помещение двухэтажного офисного здания по улице Козелармейская. Инцидент произошел в одном из магазинов в офисном здании уже вечером, когда большинство сотрудников ушли домой. Прибывших на место огнеборцев встретил охранник. Спасатели оперативно ликвидировали открытый огонь и проветрили помещение. В результате происшествия никто не пострадал. Причину пожара предстоит выяснить дознавателям. В авиастроительном суде Казани сегодня стартовал процесс в отношении предполагаемого насильника 8-летней девочки. Напомним, преступление произошло 11 декабря минувшего года. По версии следствия, посудимый, угрожая ребенку расправой, завел девочку на чердак многоэтажки, где и совершил действия сексуального характера. Нафиса Минязова с подробностями из суда. Такая хорошенькая девочка. Ну, девочки, их прикрепишь, они же пугаются сразу. До начала судебного заседания в коридоре стояла напряженная обстановка. На старт процесса пришли родственники и учительницы потерпевшие. Все как один рассказывают о переживаниях девочки, а в произошедшее они все еще не верят и вспоминают со страхом. По версии следствия, 11 декабря 2017 года, именно здесь, на улице побежимого, подсудимый подошел к 8-летней девочке, зажал ее рот рукой и потащил к одному из подъездов. Там в домофоне набрал первую попавшуюся квартиру. Ответившему объяснил, что забыл ключи дома. После чего его беспрепятственно пустили в подъезд. По словам родственников потерпевшей, девочка очень сильно испугалась угроз незнакомца, поэтому не звала она помощь. Позже следователи установили, поднявшись на чердак одной из многоэтажек, подозреваемый раздел девочку и надругался над ней. Но после всего произошедшего он не сразу скрылся с места происшествия. Он проводил девочку до дома, пройдя при этом мимо ее матери, которая встречала своего ребенка из школы. И лишь зайдя домой, ребенок рассказал матери о произошедшем, после чего женщина обратилась в полицию. Подсудимого задержали на следующий день в подъезде дома по улице Ибрагимова, прямо на ступеньках, с бутылкой спиртного в руках. Им оказался 29-летний Адель Шарафеев. Весной 2017 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж и разбой. Ради судимый? Сидимый. Какая статья? Слушайте, она правила. Несмотря на все доказательства, его зафиксировали камеры наблюдения, на одежде девочки обнаружили его ДНК, и потерпевший опознал в нем своего мучителя, свою вину подозреваемый так и не признал. Сегодня ему продлили арест. Само же слушание дела проходит в закрытом режиме. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Семейная пара. 51-летний депутат Совета мусульмовского сельского поселения Игорь Бубеков, его супруга Наиля Бубекова, председатель финансово-бюджетной палаты. Она же определяла поставщиков для обеспечения нужд района. Подозревается в мошенничестве на сумму около 5 миллионов рублей. На изготовление арочного и вантового мостов для набережной реки Ик в селе Муслимова из бюджета было выделено 5 миллионов 900 тысяч рублей. Контракт на их изготовление был заключен с двумя организациями. Позже следователи установили, что документы о проведении аукциона были фиктивные. Мосты были сделаны, деньги перечислены изготовителем и позже были переведены на счета предприятий подозреваемых. При этом, согласно расчетам, фактическая стоимость изготовления обоих мостов составила чуть больше миллиона рублей. Причастность к совершению преступления супруги признали. Рублем сегодня автоинспекция и сотрудники скорой помощи воспитывали сознательность и уважение к правилам дорожного движения водителей, не пропускающих автомобили со спецсигналами. Инициаторами рейда стали именно медики. Говорят, с каждым годом ситуация на дорогах для них становится все хуже. Дорогу уступают все реже. От этого зависят жизни пациентов. Альбина Минебаева узнала, сколько человек за час не пропустили скорую помощь. Бывают разные случаи. Некоторые пропускают, некоторые не пропускают. Рустам Садыков рассказывает, работает водителем не от ложки уже 11 лет и с каждым годом становится все сложнее. Автомобилистов, не пропускающих транспорт со спецсигналами, все больше. Жизни и здоровье пациентов зависит и от него. Но понимают это не все. В этом, говорит, и необходимость таких вот рейдов. Но большинство с таким проведением рейдов стало более законопослушных водителей, более начинают уступать дорогу скорой помощи. Инициатором проверок сознательности водителей стали именно медики. Сотрудники ГИБДД им только помогают внушать автомобилистам, что скорую помощь пропускать необходимо. Кто-то из водителей был согласен, мол, да, не пропустил. Кто-то спорил, тем более в этом конкретном случае не было борьбы за жизнь пациента. А говорят, что я не предоставила скорой помощи. Но это неправильно, вы меня остановили. Имеется видеозапись, все будет предоставлено в суде. Автоледи с мнением автоинспекторов не согласилась. Сначала твердила, что карету скорой помощи и вовсе не видела, а затем призналась, что лишь всего минуту ехала перед ней, после чего перестроилась. Всего сегодня автоинспекторы выявили шесть таких нарушителей. Раньше им показывали фильмы, чтобы знали, что происходит в скорой помощи, когда она едет в больницу или на вызов. Но поняли, рубль гораздо действеннее. Отношения данных водителей были составлены административные материалы по части 2 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях. Санкции данной статьи предусматривают наложение административных штрафов в размере 500 рублей. Вообще, статья предусматривает и лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев. Но в суды материалы сегодня не отправляли. Мероприятие все же профилактическое. Альбина Минебаева, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-5050 или на мобильный 8-98-69-112-112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова